Дежурная часть линейного отдела полиции, именно сюда стекается вся оперативная информация. С важных транспортных объектов не только Анапского, но и Темрюкского района. 24-й год здесь несет свою службу капитан полиции Иван Качьян. Вопросов, когда шла речь о выборе профессии, у него не возникало никогда. По большому счету, у меня отец в органах. Служил, был начальником моего кубанского РОВД. Брат старший. Начальник следственного отдела сейчас. Я сейчас пришел в отставку. Считается, в третьем поколении, дочь в четвертом сейчас у меня пришла. Сомнений никогда не было, потому что и я, и старший брат всегда хотели в органах милиции служить. Это уже было сразу определено. Никаких других профессий у нас не рассматривалось. То же самое, как и дочь моя. А работа здесь действительно не из простых. Постоянный контроль за объектами – это только часть ее. В случае каких-либо происшествий он обязан организовать работу сотрудников. Это также зона ответственности оперативного дежурного. Кроме этого, приходится оказывать помощь пассажирам, которые попадают в самые неожиданные ситуации во время путешествий. Забывают вещи, людей друг друга теряют. Приходят, обращаются так же. Приходит человек, говорит, у меня брат, сват, кум, выехал с Мурманска. Должен быть 5-го числа здесь. Сегодня десяток, где он? Вот и найдите его. Мы находим, это уже технический вопрос. Мы помогаем, как можем, в принципе. Как считает капитан полиции, нельзя отказывать людям в помощи ни при каких обстоятельствах. В основе работы должно лежать человеческое взаимопонимание. Совсем недавно Иван Качьян помог мужчине, который приехал на отдых. Он потерял документы и деньги. Оформил новые документы, помог с деньгами. А спустя некоторое время в Главное управление на транспорте МВД России пришло благодарственное письмо, в котором было написано, если в системе МВД России есть такие бескорыстные и добросовестно выполняющие свой долг сотрудники, значит, реорганизация в органах внутренних дел прошла не зря.